Приветствую, уважаемые! Наконец-то в Петербурге наступило настоящее лето. Хоть еще и май, но температура практически подбирается к 30 градусам, и даже пару раз ее переваливало. Это замечательно, все люди двинулись к паркам, к рекам, к озерам, кто-то улетел к морям, и вообще радостное настроение присутствует в нашем дорогом городе. А мне наконец-то прислали Sony Xperia Z2, новый флагман от японской компании, который по сути является работой над ошибками всех предыдущих поколений. Получилось ли у Sony сделать действительно ультимативное устройство, мы сегодня с вами и будем разбираться. Поехали! Sony, как правильный настоящий такой японец, очень уважает всякие концепции, связанные с гармонией внутренней, гармонией внешней, балансом сил в природе и вообще вселенской правильностью. В данном случае эта правильность выливается в понятие Omni Balance. Довольно такая широкая в каком-то смысле философия, если очень уж упрощать, то то, что сверху похоже на то, что снизу, то, что слева на то, что справа. В общем, такой со всех сторон гармоничный телефон, который действительно удобно лежит в руке, от которого вы чувствуете удовлетворение, умиротворение, чакры прочищаются, открываются, вы просветляетесь и вечером можете ходить в сортир без лампочки. В общем, полное удобство. А вообще действительно удобный очень аппарат и очень универсально выглядящий при этом. Раскладка стандартная для Sony. Логотип, камера, сенсоры, вот такая вот тоненькая, узенькая решеточка голосового динамика. За ней же спрятан светодиод уведомлений. И это, кстати, является одним из двух стереодинамиков. Вот так вот. Теперь у нас стерео. Внизу находится как раз вот эта вот вторая часть стереопары, то есть условно правый динамик. Нижняя часть под экраном ничем не занята. На одном из торцов заглушка номер один. Открываем, видим. Микро-SD-шка. И, если потянуть пальцем, вот такая вот штучка-шильдик. Здесь информация сугубо техническая и нам, как простым обывателям, совершенно не нужная, по сути. Кнопка фирменная включения-выключения блокировки. Кнопка узнаваемая громкости. Она не очень длинная. Профиль у нее, кстати, довольно высокий. Нажимается хорошо. Но единственное, придется привыкать после других телефонов. Она находится довольно низко. Кнопка камеры. Физическая. У Sony всегда практически была. Очень удобно. Особенно при условии, что этот телефон все-таки может снимать под водой. На нижнем торце у нас три дырочки. За ними находится микрофон. Дальше проушина под ремешок на руку. Есть вот такая вот штука длинная. Это фирменный Sony разъем магнитный. Если вы никогда не видели, то увидьте. Эта штука давно-давно использовалась. Если вы покупаете фирменную док-станцию, то можете просто поставить и не открывать заглушки для зарядки. Кстати, добрые братья, китайцы уже давно сделали переходники с обычного человечьего микро-USB на вот этот магнитный разъем. Там каких-то, ну даже не пару долларов, наверное полдоллара-доллар. Ну сколько-то может за доставку еще возьмут. И все, счастье считайте свершившимся. Любой кабель втыкаете и заряжаете, не открывая заглушки. Но все-таки это удобнее и с какой-то точки зрения даже безопаснее. Лишний раз, ну не дергайте заглушки и не нарушайте защиту, которая здесь IP55-58. Заглушка вторая. Да, теперь у нас две заглушки, не три как было раньше. Под одной частью этой заглушки находится симка, ну и под другой стандартный микро-USB разъем. Вот там вот маленькая красная штука, непонятная, это кнопка Reset. Нажимается чем-нибудь острым, типа иголки или тонкой-тонкой ручки. Нажали, может быть чуть-чуть подержали, он перезагрузился. На верхнем торце. На верхнем торце у нас находится стандартный разъем под наушники гарнитуру. Теперь он не совсем обычный, кроме того, что он защищен, естественно. В нем есть дополнительный контакт, который позволяет работать встроенному шумодаву. К сожалению, в моем случае не прислали мне вот эти шумодавные наушники. Ну вот так получилось, тестовый аппарат пришел без них. Так, придется вам поверить на слово, что они работают действительно круто. Знакомые покупали, довольны просто до посинения. Второй микрофон для шумоподавления. Сзади. Сзади у нас, естественно, камера, вспышка, область действия NFC-метки, надпись Sony, надпись Xperia. Естественно, стекляшка, поэтому отпечатки пальцев остаются в определенном количестве. Ну, так как у меня это фиолетовый, поэтому не сильно они видны. На черном, конечно, больше, на белом меньше. Учтите, штука имеет тенденцию к поцарапыванию, ну, как и всякая стеклянная поверхность. Поэтому обязательно клейте пленку на экран, если не хотите получить мелкие неприятности. Экран. Перед первой встречей с Z2 меня одолевали сомнения. Ну, раньше Sony всегда говорила, вот у нас такой классный экран, такие цвета. А на выходе получалось, что экран-то откровенно сливает конкурентам. Здесь я ожидал какого-то тоже подвоха, какой-то неприятности возможной. Ну, мол, исправить-то исправили, но не так, чтобы все хорошо. Тем не менее, когда я увидел это вживую, я подумал, ё-моё, ну, наконец-то, наконец-то Sony сделали тот экран, который я хотел видеть еще в первом Z. Экран действительно очень сочный, очень комфортный для глаз. Здесь нет какой-то дикой пережженки, но насыщенность, тем не менее, очень и очень достойная. Вот вам такая картиночка, вот вам такая картиночка, которую я часто показываю. Естественно, углы обзора максимальны. Естественно, никаких там выбелений, высветлений, цвета даже близко не наблюдается. По поводу точечек на экране. Ну, вот, если заметите, они, конечно, присутствуют, вот такая вот дорожечка бегает, небольшая, но это совершенно никак не мешает реальной работе, поэтому, ну, хотите, записывайте это в минус, я бы не стал. По-моему, это придирки людей. Интерфейс. Sony в плане интерфейса довольно последовательно и даже в каких-то моментах консервативно. Она не старается менять все и вся. Это вам не Samsung, который носится справа налево с дикой скоростью, изменяя сначала все, а потом выслушивая критику в сетях. Здесь все по-соневски. Естественно, ничего не тормозит, ну, странно было бы, если бы оно тормозило. Извините, 801 Snapdragon плюс 3 гигабайта оперативки. Этого более чем достаточно для нормальной работы всего и вся, и уж тем более соневской довольно-таки легкой оболочки. Еще раз покажу, что все работает хорошо и идеально практически. Вот, пожалуйста, внутри в приложениях. Да, если кто не видел, еще раз покажу вот эту вот очень удобную закладочку, которая появляется при свайпе вправо на крайнем экране, крайне левом экране приложений в меню. Здесь можно и что-то удалить сразу, и поискать в приложениях, и свой порядок, и по алфавиту, и часто используемые, и установленные, и сразу зайти в Play Market и Sony Select. Но это собственный маленький магазинчик от Sony. Управление Xperia с помощью движения, интеллектуальный вызов. Когда вы, например, хотите вызвать человека, которому вы сейчас пишите смс, просто подносите к уху, и он вызывается. Такое уже, да, было у конкурентов. Тем не менее, штука удобная, и Sony в данном случае просто перетянула полезный функционал. X-Reality for Mobile – это фирменная технология, которая улучшает воспроизведение цвета, баланс белого. То, что было раньше у Sony, тем не менее, очень удобная штука. Можете поползать вот этими штучками и настроить белый такой, какой вам нужен. Можете нажать на экран, посмотреть то, что было. Кстати, да, здесь есть аналог, ну, так называемого, тэп-тэпа, когда вы два раза стучите по экрану, и эта штука просыпается. Ну, вот примерно вот так вот это выглядит. Звук, значит, звуковые эффекты. Clear Audio – это некая надстройка-настройка, которая позволяет вам, ну, улучшить звучание. Улучшение звучания довольно специфическое. Я предпочитаю слушать музыку без этой надстройки и играться с эквалайзером отдельно. Улучшение звука – это как раз и есть этот самый эквалайзер. Эквалайзер здесь есть как предустановленный, ну, некий там, например, джаз. Можете сами потаскать ползуночки. Отдельно есть Clear Bass. И отдельно там параметры, например, объемного звука, четкий стереозвук, Clear Phase. Довольно интересная штука – вывод высокоточного аудио через внешний усилитель и преобразователь. Питание. Здесь можно включить режим стамина, который довольно, кстати, неплохо экономит энергию, особенно если вы не пользуетесь им очень активно и часто. То при выключении экрана он сворачивает там много приложений и живет довольно много. Разговор о фишках по традиции мы начинаем с обзора обновленного плеера. Обновился он, ну, на мой взгляд, не самым удачным образом, потому что при запуске вы видите вот такое вот странное нечто под названием «Экран домой». Здесь перечислены какие-то там альбомы, есть список популярного, следующая композиция. Нажимаете на три полоски и видите, соответственно, исполнители, альбомы, дорожки, списки и устройства. Заходите в дорожки, ну и тут вот что-то у меня правильно названо, что-то неправильно, что-то он нормально воспринимает, что-то ненормально воспринимает. Ну, опять же, если вы нормально протегируете все, то проблем у вас не будет никаких. С точки зрения звука, внешний звук довольно неплох, довольно басовит. Ну, насколько это можно, конечно, получить от двух динамиков. Понятное дело, что он не очень хорошо может конкурировать с HTC One, но звук намного лучше, чем в предыдущих версиях стал. А уж через наушники, вообще полный восторг-восторг, даже если у вас эти ушки не самые хорошие будут. Копирование и восстановление. Встроенная система от Sony, которая позволяет утащить различные данные системы. Ну, если вы, допустим, сбрасываете ваше устройство, чтобы, ну, не дай бог, фу-фу-фу, отдать его в ремонт. Или хотя бы просто сбросить, как-нибудь обновить, там, может быть, на что-то прошить. Создается резервная копия. Можно сохранить вот это все, данные системы, мультимедийные файлы и приложения с данными. Как вы видите, внешнее тоже можно как-то утащить. Ну, и таким же образом, естественно, восстановить. Штука удобная, я считаю, полезная. Для тех, кто очень хочет FM-радио иметь в телефоне, пожалуйста, здесь оно есть. Вот как раз требует от меня наушники ему вставить, чтобы антенна какая-то была. Дальше. Приложение TV Side View. По сути, это тот же самый пульт управления дистанционный, который есть во многих телефонах. Но, в отличие от других производителей, здесь можно нормально выбрать Россию и посмотреть, какие же передачи нас ожидают в ближайшем будущем. Приложение Набросок. Ну, такая простая довольно рисовалка, которая позволяет вам что-то накидать на экране пальчиком. Можно приклеить какие-то дополнительные такие вот наклейки, поменять им размер, поменять их положение, поменять им угол поворота, поместить за или перед изображением, сохранить, отрезать. Ну, в общем, такая не очень понятно, зачем нужная штука, больше для развлечения. Ну, или зарисовать очень-очень простую схемку в пути. Пожалуйста, есть несколько инструментов различных, есть несколько цветов. Можно, естественно, настраивать толщину этих цветов. Есть даже такие нестандартные, как вот, например, рисовать такими точечками. Получается нечто вот такое. Одна из постоянно действующих у Соньки фишек, и довольно, я считаю, удобных, это быстрые приложения. Вот здесь вот они внизу располагаются. Первое это снимок экрана. Что-то делаете, нажали, сделали снимок экрана. Тут же можно что-то на нем нарисовать. Сразу открывается приложение Набросок. Говорите, да. Ну, и начинаете там какие-нибудь, хотите, сердечки нарисуйте. Второе это калькулятор. Калькулятор тоже можно повозить по экрану. Удобно что-то быстренько посчитать, что-то быстренько прикинуть. Третье это таймер. Задали нужное время. Там, ну, не знаю, например, давайте 5 секунд. Окей. И пошел обратный отсчет. Вот сейчас он нам скажет, что все время истекло. Дальше маленький вот такой вот интернетик. Компактный. Можно что-то, опять же, подсмотреть. Давайте зайдем на звукограф.ру. Вот, пожалуйста, звукограф.ру. Можно какое-то приложение вот таким образом удалить. Камера. Если смотреть на корпус, то вроде бы все то же самое. 27 мегапикселей ничего не поменялось. Но если разглядывать снимки, особенно так вот, хорошо увеличив их, то я лично вижу, что или поменяли драйверы, или поменяли алгоритм постобработки, или все вместе. Потому что и детальность повысилась, и шумы стали немного другие, и в целом снимок стал более прилично выглядеть, и какие-то мелкие детальки стали сохраняться лучше. В общем, сплошной позитив. Понятно дело, что там еще куча работы предстоит. Понятно дело, что до каких-то идеально хороших снимков, ну даже не просто идеально хороших, просто до приличных снимков там еще есть куда расти. Но тем не менее, прогресс большой налицо. И до кучи еще всяких мелких фишек добавили, чтобы совсем было не скучно пользователю. Да, когда вы запускаете камеру с помощью кнопки на корпусе, то автоматически включается авторежим. Ну или супер авторежим, кто как называет. Штука, которая сама все за вас выбирает, и имеет одну неприятную особенность. У нее 8 мегапикселей размер снимка, и не больше. Нельзя на полный размер его запустить. Почему так, мне, честно говоря, неведомо, но имейте это в виду. Из настроек режим работы вспышки. Кстати, здесь вспышку можно включить как фонарик, даже для фото. Переключение на фронтальную камеру. Ну и настройки. Настройки соотношения сторон 16 на 9, можно 4 на 3, пожалуйста. Распознавание улыбки, просмотр, регистрация лиц, ничего интересного. Видео, стэдишот, стабилизация некая, просмотр, микрофон можно выключить. Геометки, съемка касанием, клавиши громкости, звук затвора. Кстати, очень хорошая штука, особенно после Самсунга. Можно выключить вот эту самую чпоколку, если она вас сильно раздражает. Ну или чтобы других не смущать, когда вы их по-тихому снимаете. Хранилище данных, ну и считайте все. Быстрый запуск. Быстрый запуск, это как раз вызов кнопкой. То есть только запустить, запустить и снять. Можете сразу автоматически нажали. Он запустился, снял, запустился и начал писать видео. Или просто никак не реагировать на это. Дальше давайте смотреть на режимы. Режимов здесь, ну, достаточно интересных. Ручной режим. Ручной режим, он более профессионален, если вообще это слово можно применить к мобильнику. Немножко изменилось оформление. Есть переключатель, фото-видео. Есть режим настройки, тут баланс белого, экспо-корректор, пожалуйста. Вспышка тоже самая. Настройки 27 мегапикселей. Автовспышка. Распознавание улыбки. Режим фокусировки. Сенсорная фокусировка слежения. Есть мультифокусировка, одиночный автофокус. То есть уже есть где развернуться-то. HDR. Очень неприятный момент, что при полном 27 мегапиксельном снимке вы HDR не запустите. Давайте немножко уменьшим. Ну, допустим, ну, до 15. Тоже HDR не работает. Давайте уменьшим теперь до 8. Опа, HDR заработал. Почему так происходит, честно говоря, мне неведомо. Кстати, при этом же начинает работать режим выбора сцены. Тут мягкий фокус, пейзаж, ночной портрет. Ну, такие стандартные, характерные для большинства цифромыльниц, которые присутствовали или присутствуют на рынке. Домашний любимец, вечеринка, снег, документ, фейерверк. То есть небольшие вариации на тему. Измерение вот есть, пожалуйста, экспонометр. Стабилизация уже включается, потому что у нас матрица частично освободилась. Клавиша громкости, ля-ля-ля, тополя. Дальше. В видео в формате 4К. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем сейчас, вот на нынешний день делать 4К видеозапись в мобильнике, кроме как похвастаться перед другими, мол, у нас это есть, потому что и 4К-телевизоры пока еще не настолько популярны и распространены. Видео таймшифт. Видео таймшифт это штука, которая записывает видео с частотой 120 кадров в секунду, а потом позволяет вам выбрать нужный момент. Давайте начнем запись, пусть он попишет просто какой-то фон черный. Нажимаем стоп. И видим вот такую вот полосочку. Маленькое это у нас воспроизведение. Полосочка большая. Это у нас выбор режима, где замедлять и где не замедлять. Расфокусировка фона модненькая штучка, которая сейчас есть у всех практически флагманов. Можно выбрать 8 мегапикселей, 8 мегапикселей в 4 на 3 соотношение сторон и 2 мегапикселя. Эффект дополненной реальности позволяет вам отобразить рыбок, динозавра, каких-то маленьких чудиков странных, маски. Маскарадный, спайдермен, который кстати ставится дополнительно, комикс и ужас. Художественный эффект. Затвор Харриса, какие-то режимы там калейдоскопа, оттенок, ностальгия. То есть по сути некий такой вот фотошоп не фотошоп. Ну и можем какие-то настройки в зависимости от выбранного эффекта применять. InfoEye позволяет вам узнать что-то о находящемся в кадре объекте. Вы наводитесь на, как в примере, Эйфелева башня и вам пишется, что это Опа, Эйфелева башня. Time Shift Burst. Штука, которая просто делает кучу кадров и позволяет вам выбрать нужный из имеющихся. Все просто. То есть по сути серийная съемка с возможностью посмотреть, что же получилось в итоге. Настроек практически никаких нет. Геометки, клавиша громкости, звук затвора, хранилище данных и все. Social Life позволяет вести прямые трансляции в Facebook. Панорамный обзор. Ну, панорама, она и есть панорама. Evernote. Если у вас есть учетная запись в этой штуке, то вы можете прямо в нее делать фотографии. Ну и можно, вот нажав на плюс, закачивать дополнительные режимы и приложения, как это они называют. Например, Motion Graph for Xperia. Это обычный создатель анимированных гифок. Также есть и от сторонних производителей. Вот он подгружается. FX Guru, Motion Shot, Camera 2, Vine. Продолжение следует... Ну что же, уважаемые, давайте подводить итоги. Штука в моем случае работает примерно день и к вечеру остается процентов 10, а то и 15 зарядки. Понятное дело, если вы очень активно пользуетесь 4G, играете в какие-то очень тяжелые игрушки, то вы посадите его намного раньше. Но тем не менее, этот показатель стандартен для рынка, для современных мощных смартфонов. Здесь полнейший фарш, в том числе, ну, один из самых навороченных процессоров. 3 гигабайта оперативки. Все хорошо, у вас будет все совершенно замечательно работать. Плюс фирменная Sony оболочка не очень прожорлива, что тоже плюс к производительности. Звук. Звук внешний. Это теперь два динамика, которые звучат намного лучше, чем раньше. Хорошо? Хорошо, безусловно, хорошо. Звук в наушниках, мне кажется, стал еще лучше. Это полный восторг. Естественно, сравниваем мы с обычными плеерами бытовыми. Все замечательно. Я хожу целый день, слушаю даже не самыми хорошими наушниками, полное удовольствие получаю от процесса. Далее. Камера. Камера тоже улучшилась. Хоть вроде бы и тот же самый модуль, но алгоритмы довели до ума. Теперь намного большая детализация. Все стало выглядеть приятнее. Конечно, есть еще над чем поработать. Не так идеально, как, например, у самсунговских. Не так резко, не так насыщенно. Но, тем не менее, прогресс налицо. Далее. Всего две заглушки. Тоже приятно. То есть, вам не надо отдирать какие-то три заглушечки. Это, соответственно, лучшая защита от воды потенциальная. Плюс, ну, экран, я уже сказал, просто замечательный по насыщенности, замечательный по углам обзора. Я вот не могу придраться первый раз к Sony в плане экрана. Все просто великолепно. Конечно, неприятность – это недостаточный яркий уровень на солнце. Нам приходится как-то наклоняться, куда-то смотреть, и мы все-таки, ну, теряем в яркости, даже сливая иногда конкурентов в лице Samsung, например, Galaxy Note 3. Это плохо. Что еще могу сказать? Странность, что почему-то HDR не снимается в полноценном режиме 27 мегапикселей. В меньших мегапикселях, пожалуйста, все будет замечательно. В полноценном, ну, почему-то не сделали. Я думаю, это исправится с прошивкой, тем не менее, имейте в виду. К сожалению, мне прислали без фирменных наушников с шумоподавлением. Я никак не могу оценить их работу, но говорят те, кто купил, что очень здорово и очень помогает, например, слушать музыку в шумном каком-нибудь транспорте или в окружении людей, которые постоянно что-то непонятное говорят. 30 тысяч рублей стоит ли данный смартфон? Ну, понятное дело, хочется всегда купить подешевле, но в первый раз, наверное, за все в последнее время я могу сказать, да, действительно, это очень классный смартфон, у которого, ну, практически нет недостатков. А если есть они, то они не настолько значительны, не настолько мешают при ежедневном пользовании, чтобы можно было однозначно отказываться от данного устройства. Я искренне рекомендую пойти потрогать, попробовать и посмотреть, может быть, это именно то, что нужно вам, и может быть, это и есть тот самый смартфон первой половины 2014 года, о котором все говорят, то самое ультимативное устройство. Ну вот и все на сегодня, уважаемые, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok